Здравствуйте, я Олеся и это Техновости. Еще не вышел iPhone 5, но уже готовится убийца iPhone 6. Учитывая выход прозрачных ЖК панелей, объединение Yanko Design предлагает Concept Brick Concept Phone. Прозрачный телефон это вообще красиво. Кроме того, он дает новые возможности при фотографировании, да и может увеличивать текст, распознавать, переводить его. Вся аппаратная начинка будет заключена в тонкой рамке, благо современные нормы техпроцесса позволяют это сделать. Но больше всего сегодня нас удивила компания MicroStar. Она решила выйти на и без того переполненный рынок корпусов, с которого, к примеру, бежит Zalman. Ну в общем, Zalman станет выпускать видеокарты, а MicroStar делать корпуса. Кстати, новый Nighthawk корпус хорош и боковым обдовом видеокарт с помощью большого 20-сантиметрового вентилятора, выводом USB 3.0 на переднюю панель и вообще дизайном. А уж цена ерундовая, 80 долларов или 2550 рублей. Спешите, пока MicroStar не вошла во вкус. В январе на рынок продолжает вываливаться много разнообразных видеокарт Radion HD 7970. Но шляпу мы снимаем только перед образцом от Yeston. Трехэтажная система охлаждения и два 12-сантиметровых вентилятора – это такая круть. Еще шесть тепловых трубок, но это так, мелочи. Видеокарта наверняка будет работать в полной тишине, даже при адовых нагрузках. Кулер Мастер продолжает отжигать. Выпущенные кулеры X6 и X6 Elite имеют повернутые относительно оси симметрии радиатора основания, чтобы оптимизировать направление воздушного потока внутри современного системного блока, у которого есть не только тыльный, но и верхний вентилятор. Компания Intel предложила пользователям страховку. Платишь 20, 25 или 35 долларов в зависимости от мощи процессора и можешь убить его разгоном. Не страшно, вам вернут новый процессор, правда только один раз. Но можно ведь записывать новые модели на маму, папу и тещу, не так ли? А вот компания Kodak героически скончалась, подав заявление о банкротстве. Жаль, ребята не перестроились на цифру, сохранив марку. Хотя ходят слухи, что бренд будет перекуплен, и возможно мы увидим видеокарты Kodak. Шутка. 14 февраля, в день сами знаете кого, BioWare выпустит Mass Effect 3, правда пока лишь в виде демки. Рекомендуемые системные требования смешны. Nvidia GeForce 9800GT с 512 мегабайтами памяти на борту. Спасибо консолям. Остается лишь только говорить, что в Mass Effect 3 важен не графон, а экшн. Следом, в конце февраля выйдет демка Синдикат. Побыстрее бы этот январь что ли закончился. На сегодня это все. Спонсор рубрики компания Subfin. До завтра.